Работа датирована 1971 годом. Здесь мы видим, как разворачивается стройка так называемых панельных домов. Ощущение советской стройки – рабочие, грузовики, столовая. Здесь полностью погружаешься в атмосферу недавнего прошлого. Особый советский дух тут во всем. Вот, к примеру, уникальные мозаики на дележе. Впервые эти мозаики выходят из стен фондохранилища. Здесь Владимир Ильич предстает в таком очень узнаваемом, безусловно, образе. Но понятно, что вот этот красно-оранжевый фон, он символизирует, скорее всего, и флаг СССР в большей части. Плита с мозаичным ильичом весит 420 килограммов. Сотрудникам музея пришлось попотеть, чтобы достать ее из фондов и установить в зале. Вообще, во времена СССР мозаики украшали многие здания. Часть из них сохранилась до сих пор. Например, на зданиях нацбиблиотеки дворца детско-юношеского творчества в аэропорту. Увы, не все советское художественное наследие в городе удалось сохранить. Тем ценнее то, что сберегли в фондах нацмузея. Например, вот эту теплую картину. Интересная деталь. Он как бы прописывает вот здесь слева сбоку взлетающие стаю птиц. Ощущение, что это какие-то легкие-легкие, как будто мазки. И вот это движение стаи, и в то же время вертикаль церкви, оно композиционно очень интересно так решается художникам. Выставка продлится до 26 января. Возрастное ограничение 0+. Юлия Жамцуева, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ.